Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 12 декабря, время 21 час 3 минуты в Киеве, 22 часа 3 минуты в Москве, и мы проводим очередной стрим, назвали его «Миссия Байдена». Сегодня у нас снова в гостях, как и неделю назад, как и всегда, Андрей Андреевич Пянтковский. Андрей Андреевич, рады вас видеть. Взаимно добрый день, Константин, добрый день, Марк. Ну вот, нас смотрят около 6,5 тысяч зрителей прямо сейчас. Просьба, важный эфир, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах, по возможности, по мессенджерам. Передавайте мне тут, передают, что где-то в Москве начало пропадать Фейгин Лайф и анонсы из трансляции. Тот, кто смотрит на телевизоре, какая-то там, не знаю, как это работает у вас. Но, в общем, для того, чтобы не пропустить наши видео, самый лучший способ – это подписаться на канал Фейгин Лайф, поставить колокольчик, чтобы приходили уведомления, само собой. Ну и, конечно же, на канал Андрея Андреевича Пянтковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пянтковский вы можете подписаться и на канал Андрея Андреевича. Ну что, приступим тогда. Ну, мы запланировали обсуждать визит Зеленского в Вашингтон. Он и так-то в нервозной обстановке готовился, и, судя по всему, эта нервозность, она не закончилась. И, как бы, пока неутешительные, судя по всему, новости, потому что то, что мы читаем, и со встречи сенаторов, и с комментариями, которые эти сенаторы, не только республиканские, но в основном они, значит, в прессе публикуют или там в социальных сетях то, что мы видим, и оно всё как-то скорее свидетельствует, что до рождественских каникул, а я напомню, четверг, последнее заседание, на три недели конгрессмены уходят на эти каникулы, скорее всего, с высокой степенью вероятность, судя по всему, эта помощь, о помощи решения в 60 миллиардов принято не будет. Это так, Андрей Андреевич, если в целом? Да, это так. Что меня поразило с самого утра, это резкое такое, дисциплинированное, как по команде, ужесточение позиции риторики республиканцев. Причём тех республиканцев, которые давно считались и справедливо сторонниками Украины. Ну, например, сенатор, лидер республиканского меньшинства в сенате Мич МакКон, он его прекрасно знает в Киеве, он там был с десятых раз, потом, есть же масса людей, мы это всегда помним, периодически писали совсем недавно письма Байдену, критикуя его за недостаточную помощь Украине. Ну, самую активную такую позицию занимает тоже, бесспорный друг Украины, председатель комитета по иностранным делам, Палаты МакКон очень хорошо известный. Вот, так, произошло ужесточение по всему спектру, я сейчас подробно расскажу в деталях. Наша, как мы назвали сегодняшний фирм, миссия Байдена. Ну, миссия Байдена очень проста. Да, судьба возложила на плечи этого пожилого джентльмена ответственность за решающие битвы мировой войны. Все, что сейчас идет, это мировая война. По моему определению, четвертая мировая война объявлена тоталитарным режимом свободным народом мира. И именно так, вот, после нападения на Израиль, именно так, такую трактовку этих событий и приняла администрация президента Байдена. Мы же помним формулировку, начиная с первого обращения к нации 9 декабря. Путин и Хамас. Хамас и Иран хочут уничтожить свободное государство Израиль. Путин хочет уничтожить свободное государство Украины. Мы этого не позволим, как самая сильная страна и как лидер свободного мира. Вот эта позиция, она была подкреплена посылкой двуговерностных соединений на Ближний Восток и внесением, в тот же день мы помним, в Конгресс законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню. Помощь Украине предполагалась 61 миллиард долларов. Вот, это миссия Байдена. И я неоднократно обращаю внимание наших зрителей, что вот эта миссия, она плохо совмещается, а практически совсем не совмещается с его задачей, как демократического кандидата, выиграть выборы. Мы же видим, какое падение в его рейтингах в последнее время. Это очень просто объяснить. Уходят его традиционные союзники, те люди, которые обеспечили ему победу в 20-м году. Это те же леволиберальные крово-демократические партии, это афроамериканское население, это молодежь в целом, избиратели от 17 до 35 лет в возрасте. Эти люди категорически возражают против его поддержки, прежде всего, Израиля, и не являются энтузиастами поддержки Украины. Поэтому любой шаг, направленный на победу в этой войне, ухудшает его избирательные шансы. Мне кажется, он это понял, и выбрал одну из этих миссий. Это победа в войне. В последние дни очень позитивные шаги были сделаны администрацией. Ну, во-первых, напомню, напомню, что Соединенные Штаты это единственная страна в Совете Безопасности, которая наружила вето на резолюцию, требующую от Израиля прекратить наступление. Даже Великобритания воздержалась, все остальные голосовали против. И в последние же два дня очень резкие заявления сделал Байден, Остин, Блинкин относительно необходимости принятия финансирования Украины. Четко было подчеркнуто, что отказ это сделать приведет к победе Путина. И Путин не остановится, он пойдет дальше, и нам придется платить уже кровью, а не деньгами, оказывая выполняя свои обязательства по статье 5, когда Путин распространялся в агрессию на Балтике, Польше и так далее. И заканчивая одна из последних выступлений Байдена очень сильным предупреждением тем людям, которые сорвут это голосование, что вы определите геополитическую катастрофу на десятилетия, и вы будете в этом виновны. Это как бы внушало надежды на какое-то положительное решение. Да, и кроме того, это тоже надо оценить от Шаг Байдена. Он пошел, выразил готовность найти компромисс с балканцами по вопросу границы. Это не вопрос финансирования, это вопрос законодательства вообще по иммиграции. И мы же понимаем, что любой такой уступок по иммиграции это дополнительный мотив для того круга его избирателей, леволиберальных, для молодежи, энтузиастов всеобщего иммиграции Латинской Америки в Соединенные Штаты. Еще один мотив не поддержать Байдена на выборах. Интересы выигрыша этой победы цивилизованных стран в мировой войне казалось, Байден ставит выше гораздо меньшего значения событий выигрыша президентских выборов. И внук стала надежда и риторика республиканской партии в последние два дня. Вот те люди, о которых я говорил, тот же Мич МакКоннелл и Майкл МакКоу, председатель комиссии по странным делам палаты, они говорят, да, мы согласны, абсолютно, абсолютно, Украина, необходимо поддерживать Украину, гиперлижическая катастрофа, если Украина проиграет, но тем более, ну, дальше добавляли такую довольно странную вещь, но тем более, это означает, что у нас есть единственный шанс, потому что на это ни демократы, ни мы, на это нельзя пойти, на прекращение помощи Украины, поэтому демократы вынуждены будут пойти нам на встречу в вопросе границы, это нас будет избирательный шанс, и уникальный шанс, и никаких упреков по адресу Украины, ну, стандартных таких мотивчиков, наброшенных российской пропагандой и агентурой, как там коррупция, неизвестно, на что тратятся деньги, не было, казалось бы, полное единство по необходимости оказания помощи Украины, обеспечивая победа, и вот серьезный вопрос по иммиграции. Сегодня резко изменилась эта риторика республиканцев. Ну, во-первых, стало ясно, что они решили не стремятся избежать любого компромисса. Вот первым таким сигналом была встреча Зеленского с сенаторами. это не заседание сенатора, это такая неформальная встреча с ведущими сенаторами, республиканцами, демократами. Так вот, республиканцы выстрелись этой встречи через 10 минут после начала. Как известно, они там заявили, что их позиция неизменна, и они будут требовать больших уступок по вопросам миграции от демократов. Потом Зеленский встречался с Майклом Джексоном. Кстати, до этого встречи позиция Майкла Джексона казалась позитивной. Джонсона. Джонсона, извините, Майкла Джонсона спикера. Она тоже казалась позитивной, он подчеркнул все время, что невозможно победу Путина допустить, он пойдет дальше и так далее. Он разделял эти опасения, но добавлял, что мы, да, мы это понимаем, мы этого не допустим, но наши коллеги-демократы, друзья, должны понять наши заботчицы по границе. Сегодня он после встречи с Зеленским он вышел один и дал короткое интервью, в котором вдруг вновь начал, да, начал он с правильной такой политической корректной формы. Мы на стороне Украины, мы против вторжения Путина, мы вот их поддерживаем. Вот этот Барабанев, эту форму, он вынул вот эти застарелые нарративщики российской пропаганды, что там есть коррупция, нам не отвечают по этому вопросу, у нас есть сомнения, вот нам никто не может объяснить, мы даем деньги, общим цели войны, а закончил тем, что мы категорически требуем изменить политику по эмиграции. Да, он закончил такую форму, а собственно это не наш вопрос. Мы готовы проголосовать, да, за поддержку Украины, но Сенат должен принять закон, новый закон эмиграции, так что мы вымываем руки, весь вопрос в Сенате. Вот такое ужесточение позиции республиканцев, оно ну немножко удивительно, потому что ну есть же там люди, еще раз вернусь к тому, что я сказал в начале, там есть масса людей, которые и в Сенате, и в Палате, которые всегда последовательно подчеркали свою поддержку Украины. Ну и в конце концов, сейчас там после отставки, ну в частности бывшего спикера Маккарти, еще несколько членов Палаты представителей, там большинство тоже республиканцев, два или три голоса, ну так, я могу назвать сейчас десяток примерно республиканцев, членов Палаты, известных в течение последних двух лет службы в Палате твердой поддержки Украины. Так, в чем вопрос, почему нельзя проголосовать за этот пакет? Одно из объяснений следующее, да, почему, почему, собственно, тон задают оголтевые трамписты, даже, почему не просто трамписты, но тоже Майк Джоншин, такой трампист, умеенный, но он не, а вот такие люди, как знаменитая Гринц или вот сенатор, сенатор Венс, я сейчас процитирую некоторые его высказывания, он два дня не сходит со всех экранов, и посмотрите, какая интересная логика, они выработали нарративщик, который первым подкинул сенатор Венс, а потом уже они в один голос сегодня повторяли, значит, ну вот он рассказывает, что он начинает так примерно, ну что вы нам говорите, украинцы никогда не смогут победить, что они смогут взять Крым или вернуться к границе в 1991-м годы, ни один нормальный человек в это не верит, поэтому пора заканчивать эту лавочку, пора выбрасывать, перестать выбрасывать деньги, неизвестно на что, и прекращать эту помощь, ему возражает ведущий, ну как же так, ну тогда же Путин одержит победу, он же на этом не остановится, он же требовал уже нас уйти, 13 стран НАТО а знаете, что ему ответят, а он рассмеет, да что вы не морочите голову, он застрял в Украине, он там еще будет наводить порядок в Украине, он никогда никуда не полезет, украинцы уже нанесли значительную, то есть логика такая, пусть украинцы умирают, и Путин застрянет там, и к нам он не полезет, а помогать украинцам не будет, причем, вы знаете, меня поражает, что это не люди, которые, это они, это не купленные русские агенты, которые внушили, они это так думают, вот это такой, такой цинизм американского провинциального сенатора из какой-нибудь там акрофонки, я не знаю, украинцы уже, ну, Путину придется очень долго заниматься оккупацией Украины, никуда он не полезет. если они прекратят поддержку, чтобы, откуда они считают, откуда берется тезис о том, что это будет долго и так далее, то есть не очень понятно, и почему эти вещи параллельно не могут реализовываться. Нет, но важно, это уже другой вопрос логики, а я вообще, сама постановка этого вопроса, Путин убивает, да, да, кстати, вот что меня одобряло в позиции администрации, как бы отвечая, как бы предвидя эти тезисы, вот Байден в последнем своем выступлении говорил другое, что мы, собственно, ведь вот тезис о том, что если мы не поддержим Украину, то он пойдет дальше нам, придется платить, он правильный, прагматичный, но все-таки немножко, но немножко циничный, а Байден, кроме этого, он обращает на него совершенно другое, Путин ежедневно совершает военные преступления в Украине, на наших глазах, он совершает военные преступления против населения нашего союзника, мы не можем быть к этому, сочетания моральных, прагматических, каких угодно факторов, вся эта риторика, мне очень нравилась, вот это, вот в этом, нам с вами казалось, что состоит миссия, миссия Байдена, как она будет дальше выполняться, мы сейчас обсудим, но вот ясно, что республиканцы заняли очень жесткую позицию, у меня есть такое объяснение, и оно совпадает уже, тоже точку зрения, точку зрения, высказали ряд экспертов сегодня, на разных каналах, еще раз повторяю свой вопрос, почему целый ряд республиканских сенаторов, членов палаты, известных своей правоукраинской позиции, в общем, молчат, и фактически, своим бездействием, своим голосованием, солидируется, вот это есть позиция отказа, финансирования, дело в том, что они же все, ну, прежде всего, члены палаты, они же все перезабираются, а чтобы перезабираться, нужно пройти праймери, праймери, это, как известно, такое собранник, у нас ходит наиболее, ну, такой средний избиратель не ходит, ходит такой заряженный уже, чем более политизированный, фонетизированный, и так далее, так вот, Трамп, это было и в прошлые, и в прошлые выборы, два года назад, вот Трамп, умеет мобилизовать свое вот такое трампистское, трампистское, фанатичное быдло, участием, участием, участием в праймере, против тех республиканцев, которые ему не нравятся, и которых он хочет наказать, так вот, целый ряд, целый ряд республиканцев сейчас боятся активно продемонстрировать свою проукраинскую позицию, опасаясь того, что праймери не станет жертвой вот этого ответного удара, когда толпы трамповских фанатиков будут направлены и вырежут специальные кандидаты, ну, человек хочет переизбраться, это, это очень серьезный мотив, ну, короче, короче, вот сейчас мы ожидаем встречи Байдена с Зеленским, что он может ему сказать, значит, Зеленский выступал очень, вчера выступал очень хорошо, его хорошо принимали в университете, в университете Дефенс Юниверсити, там была овация стоя, там очень хорошо выступал Остин, что мы вас поддерживаем, мы знаем, что вы сейчас сражаетесь за нашу свободу, и мы всегда будем с вами, и так далее, Зеленский понимал, что, возможно, такой исход, он сказал, что мы будем, мы будем сражаться в любом случае, потому что для нас победа Путина, это, это смерть нации, это смерть государства, и это то же самое, и то же самое, что повторил аргумент вчерашней Байдена, что отдать Украину Путину, это отдать на истязание и на гибель тысячи миллионов украинцев. Что можно делать сейчас практически? Я думаю, то есть беседа, тематика, нет, еще не началось, тематика сегодняшней беседы Зеленского и Байдена, она резко изменилась, сегодня это будет военный совет, а что делать без этого финансирования, потому что ясно, что по крайней мере до конца года его не будет. Ну, я думаю, они обсуждают вот что. Ну, во-первых, это естественно, об этом и говорил еще в своей статье за ужин, и это серьезно обсуждается сейчас в Украине. Конечно, в этих условиях, когда нет перспективы ближайшего большого финансирования, логично для Украины перейти в стратегической обороне. А, собственно, вот эти три зимних месяца очевидная задача это занять оборонительные позиции по сегодняшней линии разделения сторон и предотвратить возможное российское наступление. с оружием. Ну, во-первых, уже специалисты обращают внимание на это. Если администрация твердо придерживается вот той линии, той линии на поддержку Украины, на выигрыш Четвертой мировой войны в интернетах режимах, в ее распоряжении есть определенные ресурсы. Громадное количество оборудования и танки, и артиллерии, и самолеты считаются формально списанным по бухгалтерии Пантагона. А эти списанные вполне кондиционно, их можно без всякого финансирования отправлять в Украину. Ну, есть специальные возможные источники финансирования по решению госдепартамента и так далее. Ну, на ближайшие 2-3 месяца. А военный бюджет дает такую возможность? Там военный бюджет, который не оспаривается для финансирования, ну, передачи военной техники, боеприпасов и отдельных видов вооружения Украине. Есть такая возможность? Ну, есть разные возможности. Есть, ну, чтобы там возможность формально обходить ограниченность, можно что-то передавать западным союзникам, они, соответственно, передают, передавать самолеты западным союзникам, а те другие и так далее. То есть, при желании, ну, безоружная Украина не останется. Но это все же все-таки латать, латать дыры, а не решать вопрос. Ну, то есть, ближайшие вот эти три месяца, на три месяца стратегической обороны ресурсов хватит. Хотя, при этом, и никуда русские, конечно, не порвутся, нет для них, у них для этого потенциала, но громадная опасность за эти три месяца, и мы видим это в последние дни, нарастающая интенсивность ударов бомбардировок городов, инфраструктура, прежде всего, энергетической. Так что, нужно найти какие-то средства, средства резкого улучшения противовоздушной обороны. Ну, возможно, возможно, через союзников. Ну, вот эти вопросы надо обсуждать. Эти вопросы надо обсуждать. Пути можно найти, а за это время можно каким-то образом и менять соотношение сил политическое внутри Вашингтона. Ну, обращаясь как бы к разуму, к совести, я не знаю, к чему, к здравому смыслу тех республиканцев, которые всегда сознательно поддерживают Украину. Можно подумать о каких-то уступках, в конце концов, о вопросах миграции, потому что у республиканцев есть свой кейс. Свой кейс достаточно убедительный. Демократы долгое время, и они сами это сейчас признают, поощряли такую безудержную эмиграцию латинского населения, и в том числе исходя из того соображения, что, ну, чем больше будет латинов, тем больше будет голосов за неукуратическую партию. Вот такая сложная ситуация. Об этом, я думаю, сейчас обсуждают и говорят Зеленский с Байденом. Ну, безусловно, 27 тысяч нас в прямом эфире смотрят прямо сейчас, и больше 9 тысяч поставили свои лайки этому эфиру. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир 24 минуты всего лишь в эфире у нас есть еще время обсудить. и, соответственно, подписывайтесь, подписывайтесь на канал Фейген Лайв, подписывайтесь на канал Андрея Андреевич Пьянковского. Смотрите, давайте так поставим вопрос, Андрей Ильич, допустим, до рождественских каникул, понятно, уже этого голосования не будет до четверга включительно, когда теоретически чисто может пройти это голосование уже после Нового года, допустим, или там сразу после Нового года, и какова чисто процедурная перспектива тогда, вот вопрос. Ну, есть такая красная черта 17 января, если помните, вообще весь бюджет пока промежуточный согласован до 17 января, если до 17 января не будет не всегда ясность бюджета, это так называемый шадал, ну, как всегда они исполиканцы-демократы нетрадиционно перед любым голосованием за бюджетство провоцируют друг друга шандалом, только сейчас получается шандал не финансовый, а геополитический, это же все понимают, что это, какой сигнал сейчас в Европе, какой сигнал в Украине, какой сигнал на Дальнем Востоке, это очень серьезный, серьезный день в истории Четвертой мировой войны 12 декабря, я скажу так, вот, если более долгосрочный прогноз, если вот эта решимость, она артикулирована очень хорошо, последние два месяца прекрасные выступления, артикулируют и Байден, и Блинкин, я бы, кстати, отметил еще одно, вы заметили, появилась еще одна фигура, очень активная, говорящая, прекрасно говорящая на американском политическом небосклоде, адмирал Кирби, он в то время самые про-израильские, про-украинские тезисы освещает, а, кстати, кто такой адмирал Кирби, он споксмен за Национальный Свет Безопасности, то есть он фактически как бы голос Соливана, но Соливана-то нету, а голосом Соливана, голосом National Council for National Security Council говорят адмирал Кирби. Так вот, если эту миссию вот эти люди, хотя бы эти четверо, Байден, Блинкин, Орсен и Кирби понимают так, как мы ее сейчас сформулировали, то они найдут выход из ситуации. Если Байден все-таки решил бесполезно для него цепляться за участие в выборах, мы, кстати, может быть, если останется время немножко о выборах, поговорим, тут есть интересные новости, новости республиканской партии, не надо уже оглядываться на вот эту леволиберальную свою тусовку, тогда тогда мы выстроим и выиграем четвертую мировую войну. Но если дрогнет, если вот администрация дрогнет, тогда ситуация довольно сложная. И по Израилю, и по... Потому что по Израилю тоже придется в ближайшее время принимать очень серьезные решения. Ну, первый барьер, первую красную линию, первые испытания Байден прошел, ну, не хватало бы еще, чтобы он не прошел. Вот этим своим голосованием давление громадное было. И мировое давление, и союзников, и внутри администрации. Ну, я же рассказывал, Блинкина в его департаменте задолбали письмами рядовые молодежь, вся молодежь, выпускники лучших университета Плюшевой лиги, молодые такие сотрудники интерна в в госдепартаменте, в Белом доме. В госдепартаменте они забросали Блинкина петициями, а в Белом доме просто интерны хватали за рукава дедушку Байдена в коридоре, выговаривая ему за поддержку израильской агрессии. Кстати, чтобы не забыть, вот, неплохо бы, чтобы украинская дипломатия не повторила свою традиционную ошибку. вот, та резолюция, которую, благодаря Соединенным Штатам Совет Безопасности не принял, естественно, сегодня или завтра, она сейчас обсуждается, будет голосоваться сегодня и завтра в Генеральной Ассамблее. Конечно, ее примут колоссально большинство, но что вы хотите, если Великобритания в Совете Безопасности воздержалась, она и здесь воздерживается, а целый ряд стран НАТО голосовал за это против, будут голосовать Соединенные Штаты, ну и буквально Горска наиболее. Так вот, Украина в ряде случаев в последнее время голосовала такой, или воздерживалась, или антиизраамскую позицию занимает. Надеюсь, надеюсь, вот в этот такой очень серьезный шаг, когда мы, собственно, в одном окопе на краю стратегической пропасти, Украина такую, каинской дипломатии такую ошибку не завершит. так, вот смотрите, тогда вот, что говорится о понуждении как бы Киева официального к переговорам с Москвой. Звучит ли эта тема в качестве, ну, как бы тезиса, условия, что ли, при котором, значит, какие-то выполнения финансовой помощи или еще что-то, решения о финансовой помощи станут возможными. Ну, типа, мы дадим денег, но вы должны идти на переговоры, если, значит, эти деньги не помогут вам там, я не знаю, решительно выиграть какую-то фазу войны, там, новое контрнаступление весеннее, то тогда все, больше денег не дадим и пойдете переговоры вести. Вот я слышал такие тезисы, действительно, эти тезисы, конечно, вы слышали, потому что это тезисы заполнено, так называемое качественное американское видео, которое контролирует, ну, это заголовки Путин безоговорочно выигрывает войну, вот это заголовки Financial Times, New York Times, ну, Financial Times, Британс, но это единое англоязычное, единое леволиберальное в УБО, да, но ничего подобного не исходит из позиции администрации, ну, и, а республиканцы, они тоже, они не выставляют каких-то условий в отношении поведения Украины, они просто говорят, вот их позицию я сформулировал, что они все равно, пусть они там сражаются и умирают как можно дольше, и пусть русские их убивают, они убивают русских, и, в основном, русская армия к нам не полезет, так что не пугайте нас походом Путина на Западную Европу. И такие, во всяком случае, Зеленский превентивно такие возможные мотивы отверг очень резко выступление вчера в Дефенсию Университию. Вот смотрите, тогда хочется понять, какую линию занимает вот эта группа Салливан Бернс, мы ее много обсуждали, мы много обозначали ее, скажем так, явно специфическую, специфический характер действий, там, консультации с Москвой, вот все эти выбрасываемые тезисы о тайных договоренностях, вот сейчас они как себя ведут, мы можем понимать так, что внутри Байденской администрации это линия все та же твердо держащаяся осторожного тезиса о недопустимости поражения Москвы, ну и так далее, и трактовок, что есть победа Украины, вот вечная эта дискуссия. Ну, вы знаете, Бернса меньше говорил, он больше действовал, мы помним его предательские договоренности с Путиным 2 ноября, я уже сказал, что Сулливана заменил адмирал Кирби, Хочется, Ну, он как споксмана, это же другое, а какова деятельность по-моему, Сулливана? Ну, так, я не знаю, что он там шепчет, может быть, но, бесспорно, их активность и влияние на Байдена резко снизилась, ведь, когда мы говорим Байден, мы говорим коллективный Байден, и до сентября месяца коллективный Байден, особенно вот летом, когда провальный был для для Украины саммит НАТО, который вел Сулливан со стороны коллективный Байден был прежде всего Сулливан Бернс. Было два очень крупных скандала как раз в августе, скандала Сулливана с разоблачением секонд-трек переговоров Грэма и скандала Бернса по после статьи, в которой он как бы ЦРУ, какого-то его ЦРУшника, сам по глупости эта хвалебная статья была о том, как генеральный Бернс там предотвратил Четвертую мировую войну и третью, я не знаю уж по какой Бернса квалификации, где выяснилось вот эта предательская абсолютно договоренность с Путиным, что вот Путин не пойдет в стороны НАТО, а он, Бернс, сделает все, чтобы украинцы не удаляли по российской территории. Вот эти разоблачения, ну, вообще-то, они должны были привести к изгнанию их из кабинета, из государственных постов и к обвинению государственной измене. этого не было, вообще скандала, практически скандал не вырвался на странице качественной прессы, но их влияние резко упало внутри администрации, что позволило Блинкину и Остину резко прихватить инициативу. То есть, сегодня дедушка Байден коллективный, это прежде всего Блинкин и Остин, и я думаю, что позиция Кэрби активно так вещающего от имени Совета Безопасности, это не случайно, не случайно, но и пост этот занял. Ведь он же был да, как раз до этого, мы же его помним как с Поксмана Пентагона. Вот, сейчас, потому что он заполняет нишу вещая от имени Совета Безопасности. Да, конечно, они не изменились, эти люди, они так и думают, что их точка зрения лучше всего была выражена самим Томом Грэмом, она записана на магнитофон, включена во все статьи, можете почитать в моих статьях и на русском, и на английском, он вообще говорит, Том Грэм радостно сообщает, я вот сидел напротив за столом ведущими сотрудниками, советниками Путина, я им сказал, мы Соединенные Штаты заинтересованы в сильной России, проецирующей стабильность всей своей периферии, такая точка зрения Бернса и Селивана, она не изменилась, да, к сожалению, они остались в администрации, но сейчас эта точка зрения не является доминирующей. Но само присутствие этих людей, конечно, оно внушает опасения относительно дальнейшей эволюции внутренних, но пока вот на сегодняшний день, на сегодняшний день ведущие споксмены, я назвал их четыре администрации, они говорят на языке победы в мировой войне против абсолютного зла. Дорогие друзья, мы вот 36 минут в эфире, у нас ещё время есть, но я напоминаю, тем, кто присоединяется, нас стало уже больше, почти там на 31 тысячу вышли, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на канал Фейгенлайв, потому что то и дело нам сообщают люди, что им не приходит оповещение, что слетела подписка, ну, странная такая какая-то ситуация, поэтому лишний раз удостоверьтесь, что вы подписаны на канал, вам приходят уведомления, поставьте снова колокольчик, если вдруг этого не происходит, ну, в общем, проверьте, что как у вас там с подпиской и всем, что с этим связано. Ну, знаете, Андрей Ильич, тогда вопрос следующий. Вот может ли и есть ли способ у Зеленского, у Украины в его лице, конечно, воздействовать на республиканскую часть, о чём я говорю, о том, что, ну, вот Зеленский уже в Fox News давал интервью, мы это видели, когда была делегация Ермака, приезжала в Вашингтон, они встречались там с некоторыми республиканцами, с Амином Джонсоном, кстати, проводили беседы, туда входил министр обороны в эту делегацию, и некоторые, писать, МИДа, ну, и так далее, и так далее, ветераны. Есть ли такой способ повлиять на республиканцев, ну, я не знаю, сейчас сложно говорить, на Трампа это, наверное, как вы считаете, но на тех, кто сидит в Сенате, в Палате представителей, повлиять как-то напрямую, минуя демократов, это может быть расценено, допустим, как некая непоследовательность, или там, не знаю, игра в два ворота, вдвое ворот, но, по-моему, это сейчас очень остро актуально, потому что нужно что-то делать с республиканцами, которые, даже с вашей точки зрения, там, если мы говорим, она перспектива ноябрьских выборов, но имеет преимущество по отношению к Байдену и демократам в целом, то есть, они все равно выигрывают, так ставить надо в данном случае, получается, на победителя, потому что вот такая слаженная позиция республиканцев фактически против Украины, фактически, там, может быть, они другое подразумевают, но ее, может быть, как-то можно преодолеть путем переговоров, каких-то, там, не знаю, дополнительных способов изменить эту позицию путем прямых отношений, потому что тоже странно, они все ездили в Киев, значит, целовались, там, всех мы их видели, и Мич Макконнелла, и так далее, и тут такое изменение, да, ну, понятно, там, праймерис, они хотят переизбраться, это все одно, но какие способы-то есть прямого, директли, воздействия на них? я бы вот что предложил, вот тех людей, которые, безусловно, наши, наши сторонники, десятка, можно назвать, наиболее ярких, из американцев, тот же, Мича, Макова, пригласить в Украину, и показать им реальное положение, на фронте, в госпиталях, реальную ситуацию в Украине, это, это более эффективно, чем, а что, в Вашингтоне, Зеленский, все тезисы, которые, мы с вами повторяем, он, все он сказал, и они сами все это понимают, мне кажется, вот это произвело впечатление, вообще сейчас, вся, это не только Зеленский, но это должен делать, и Байден, и Рассо, ему же нужно, вот они, они сейчас и обсуждают, в кабинете, в главальном кабинете, как изменить поведение, ну, вот той группы республиканцев, она, это не достаточно широкая, которая понимает геополитическую значимость того, что происходит, что нынче висит на весах, и лежит на весах, вот, что будет пожинать десятилетие 21 века, после успеха Путина, вот, надо им показывать реальность войны, тем более, раньше эту, раньше эту функцию выполняла американская пресса, тоже CNN, но сейчас, вы знаете, ну, то, что CNN полностью про Хамасовскую позицию занимает, это меня не удивляет, конечно, но вот сегодня, как раз, корреспондент CNN, очень странный допрос вел в сенат одного из американских сенаторов, сразу после встречи с Зеленским, когда тот говорил как раз о той геополитическом масштабе того, что сейчас решается, он его одолевал вот стандартными российскими вопросами о коррупции в Украине, о том, что оружие куда-то наказывается на Ближнем Востоке и так далее, ну, не знаю, агентура работает, надо вот привозить людей нужно такой визит ведущих республиканцев в Украину, показать реальность, показать сцену, которую, понимаете, все же понимают, что Украина спасла Запад победой в Гостомельской битве, если бы тот же Бернс предсказывал, что Киев падет через неделю, тогда бы Путин встал бы на границе Балтии и Польши и потребовал собрать монатки и убирать, а сейчас вот, видите ли, они же успокоились, какой мыслишкой-то, она стала очень часто повторяться, что все равно в Украине он завязывает надолго, украинцы достаточно наломали бака, и ладно, спасибо им за это, они и в Европе бояться нечего, пусть они там, а деньги нам нужны там на другие цели, как-то надо стыкать носом, американского обывателя вот в эту реальность. В общем, картина тяжелая, тут же не в людях конкретных, там, Байден, Трамп, общее состояние американского общества, вот это изоляционистское, вот я же говорю, напомню еще раз, 12 лет в овальном кабинете были президенты-изоляционисты, 8 лет Обама, он левый изоляционист, он всегда был против американского активности за рубежом, потому что Америка, это империалистическая держава, она виновна там в преступлении против ограниченных народов мира, а Трамп тоже был изоляционистом, но для него Великая Америка, все эти союзники, НАТО, это обуза, они на этом только мешают, со всякими плохими или неплохими парнями, мы договоримся, дел, дел, сделаем сделку и так далее, вот эти 12 лет изоляционизма, они даром не прошли, вот это последняя сейчас попытка, возможность все-таки удержаться, удержаться на позиции лидера свободного мира, мне кажется, вот от той группы людей, которые сейчас называют, которые сейчас, я называю коллективным Байденом, которому у нас, конечно, масса претензий, украинское общество масса претензий к американским наминистратам, да все эти проблемы, они бы не возникли сегодня, если бы все это оружие, которое уже было предоставлено, было предоставлено не с такими мучительными проволочками, а тысячу раз обещанные самолеты F-16 уже давно бы были в украинском небе, масса у нас претензий к этим людям, но других у нас нету, для вас американских президентов, надо с этим работать. Так, еще немного времени остается, давайте обсудим Москву. В чем ее тактика сейчас, как вы ее видите из Вашингтона, и как это обсуждают в Вашингтоне, как они видят Москву, она что, действительно выглядит каким-то монстром, набравшим динамику по военно-промышленному производству, так сказать, лучше воюет армию, что убеждает их в том, что Москва, Москва может именно что победить, потому что вот удивительное дело, вот это бушует страсти в политике, в прессе, публично, а на линии фронта, во всяком случае, пока, все то же, что и было, Авдеевка не взята, Купинск, я вот там был, не взят, значит, какие крупные достижения есть у российской армии, ну там, начиная с лета, да, украинская армия тоже скромна, если мы говорим о запорожском направлении, но ведь это не означает, что вот даже в том виде, в каком сейчас состоит фронт, что есть какие-то впечатляющие успехи в Москве, что так производит впечатление на американской Ничего подобного, вот возьмем вот тот же термин, вот этот пресс-работа страума, за который схватились, как на свидетельство вообще, как переведено было, как тупик украины, ну, стрел мы это, в шахманах патовая ситуация, так вот, представьте себе, начали играть черные и белые, и у черных там в два раза больше фигур, громадное преимущество в танках, самолетах, вообще нет самолетов, и при этом белые достигли патовой ситуации, это блестящий успех белого, представьте себе, что у белых появляются там две ладьи, которых у них сняли, то какой будет стрельмейт, это мы забываем, сама российская пропаганда совершенно запуталась, она вот все время рассказывает сейчас, вот провал, провал украинского наступления, они не продвинулись, они продвинулись только на 30, они что, они забывают о том, с чего они начали войну два года назад, что они за пять дней возьмут Киев, это провал российской, и это вот крики о том, что Путин побеждает, да, бесспорно, убедительно побеждает, это на страницах, леволиберальной, они решают политические задачи, эти люди заинтересованы в поражении Запада в целом, а вот очень рекомендую в прошлую субботу был везде напечатан отчет Института Пентагона о российских достижениях, ну, там, во-первых, две трети за эти сколько месяцев войны Россия потеряла две трети своего тяжелого вооружения, танки, артиллерии, самолеты, а самое главное, самое впечатляющее, что вот та русская профессиональная армия, которая в качестве, ну, реформы проводили там десятилетия, вот та армия, которая в 11-12 году таким кругами ходила вокруг Украины, вот количество этой профессиональной, 87% состава вот этой профессиональной российской армии на 24-е февраля 22-го года уничтожена физически, их нету, живая сила восстановлена там мобилизациями, заключенными и так далее, это вот, поэтому все эти характеристики, политические характеристики людей, заинтересованных в поражении Запада, в Москве тоже это прекрасно понимают, ну, конечно, сейчас посмотрите российскую пропаганду, вот, мы закончим, посмотрю, полюбуюсь на Соловьева сегодня, специально давно его не видел, ну, что, провал, Резиленский просил денег, ничего ему не дали и так далее, но они прекрасно понимают, что никакие, ни на какое наступление, никакие там Харьков, Николаев, Одесса, тем более Киев, это, они не способны, ну, вот, по-моему, сейчас вот такое решение принимают в эти минуты Байден и Зеленский, стратегическая оборона на ближайшие три месяца, а за эти три месяца, кроме того, ну, как-то финансировать из разных каналов это удастся, в том числе, я думаю, на дутся средства и на достаточное количество систем противоразрушенной обороны, а за эти три месяца надо изменить политическую ситуацию внутри Соединенных Штатов попытаться. Я думаю, что основания для этого есть. Еще раз повторю, что да, вы правы, надо работать с теми республиканцами, которых не нужно убеждать, которые всегда были за Украиной, просто сейчас они, а, подчиняются такой дурной республиканской дисциплине, ну, во-вторых, очевидные такие избирательные мотивы, ну, и не почувствовать запах крови, можно убедительно выиграть выборы у Байдена. Ну, пожалуйста, выиграйте выборы. Есть замечательный кандидат у вас, Ники Хейли. Кстати, это моя любимица, я, наверное, закончу парой моментов ее успехов. Ну, помните, я еще несколько недель назад обрадовал своей слушатой, поклонникам Ники Хейли, что она выигрывает выборы у Байдена более убедительно, чем Трамп. Вот, были такие опросы, вот, если выбор будет Трамп, Байден, две недели назад результаты были там плюс один, минус один, что-то болталось вот так. А Хейли выигрывала у Байдена в чистую пять процентов, это выше любая ошибка. Вот, какие изменения за две недели сегодня провели тот же опрос? Так. Байден сегодня выигрывает, Трамп выигрывает у Байдена пять процентов уже твердых. Ну, это естественно, мы же видели, что упали рейтинги Байдена, ушли его, ушли его избиратели, возмущенные поддержки из РАДА. А Ники Хейли выигрывает у Байдена минуточку семнадцать процентов. Семнадцать процентов. Это значит, за нее голосуют не только вот такие упорные спорты, за нее голосуют фактически все все так называемые независимые. Она объективно сейчас наиболее востребованная вот как бы американским обществом кандидат, которому но которому трудно прорваться через барьеры Байдена. Я не понимаю, может меня услышать, я рекомендую вот этим полстерам провести другой опрос. Они же все заряжены на опросы внутри республиканской партии или вопросы потом окончания. А вот вы провели такой опрос, независимость выборов. Задайте вопрос всему американскому народу. Кого вы пришли видеть на посту президента Соединенных Штатов? Ники Хелли или Дональда Трамп? Вот в такой постановке никому не приходит в голову. А я уверен, я вот, а я думаю, что ответ будет в пользу Ники Хелли. Теперь второй момент. Первые праймерис, первые праймерис будут в Нью-Хамшире. Ну, строго говоря, в статье Айова будет так называемый конкузис, это как бы собрание, а вот праймерис будет в Нью-Хамшире. Так вот, интересный момент. Вчера губернатор Нью-Хамшире, ну, республиканец, естественно, он призвал избирателей штата на этих праймерис республиканцев своих однопартий голосовать за Ники Хелли. Это очень важно, потому что успех Нью-Хамшире это традиционно считается очень важным показателем в американском. Ну, и кроме того, уже совсем по мелочам крупные доноры демократические. Да, они сейчас перешли к Нике Хелли, они сейчас ее... Крупные доноры демократической партии, так что я бы не сбрасывал с учетов, на мой взгляд, сейчас самого удачного для Соединенных Штатов кандидата на постпрезидента. Но нужно выиграть в номинации, это самое тяжелое. Посмотрим, давайте дождемся вот Айова 15 января и 22 по-моему, Нью-Хамшире. Ну, что же, 33 тысячи нас смотрят, 14 тысячи поставили свои лайки, мы 53 с небольшим минут были в этом эфире. Просьба огромная еще раз ко всем зрителям, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях в группах, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгенла, проверьте свою подписку, не слетела ли она, и подпишитесь на канал Андрей Андреевич. Вот, кстати, последний хочу добавить, что делегацию республиканцев, которая предложила пригласить в Украину, обязательно включите Ники Хейли. Не, но я-то, пожалуйста, я готов с Ники проехать хоть на край света, но не знаю, насколько от нас это зависит. Ники Хейли может и не поехать с учетом компании, поэтому ее, может быть, конечно, и приглашают и окучивают, но... вы меня спросили, что должны постараться, что должны сделать. Вот я отвечаю на этот вопрос. Да, ну, будем надеяться, что Ники Хейли посетит Киев и посетит другие места, а мы будем следить за этим. В следующих эфирах ждите, завтра у нас будет эфир со Станиславом Белковским, вот, немножко преждевременно, но тоже обсудим всем ряд вопросов, связанных с войной, миром, Америкой, политикой и выборами. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное, всем спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok